своими детьми. Я хочу прочитать место Священного Писания, знакомые слова для всех нас вначале. И мы помолимся Господу, просим Божьего благословения, чтобы Господь благословил нас сегодня, в этот вечер, на этом месте. Я прочитаю знакомые слова, только очень записанные слова послания апостола Петра в следующем содержании. После первого послания Петра 2 глава, несколько стихов. Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство и лицемерие, и зависть и всякое злословие, как на урожденные младенцы, возлюбите чистое и словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вывкусили, что благо Господь, приступая к камню живому, людьми отверженному, Богом избранному и драгоценному. И сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Дорогие братья и сестры, я думаю, что слова, которые я прочитал, знакомы для всех нас. Мы, наверное, читающие Библию, знаем это место священного Писания. Возможно, не раз и не два слышали эти слова. Божье Слово говорит для нас, Божье Слово говорило когда-то для Церкви Господней. Божье Слово будет продолжать говорить, покуда Бог будет говорить, покуда мы будем жить на этой земле, покуда люди будут существовать, или люди будут жить на этой земле. И так, отложивши всякое злословие, всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как наврожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы вам возрасти от него во спасение. Вы знаете, Божье Слово призывает нас, чтобы мы что-то оставили, чтобы мы приготовили свое сердце, чтобы мы возлюбили Божье Слово. И Библия говорит, устрояйте из себя дом духовный. Пусть бы Бог благословил нас, я думаю, что сегодня мы собраны только для одной цели, устрояться и благословлять Господне имя. Пусть Бог поведет нас сегодня в этом собрании на Свои пажики, к Своим источникам воды. Пусть Божья благодать растит наши сердца. Пусть Бог говорит нам через пение, пусть Господь говорит в молитве, пусть Бог говорит нам через свое Святое Слово. Мы, начиная наше служение, сегодня встанем и склоним наши сердца и головы в молитве перед Ним, прося Его благословения. Аллилуйя Тебе, Боже наш! Мы благодарны Тебе за Твое величие, Твою милость, Твою любовь, слава Тебе! Аллилуйя Тебе, Бог наш! Аллилуйя Тебе! Аллилуйя Тебе, Господь! Аллилуйя Тебе, Боже! Мы благодарны Тебе, Господь, за Твое величие Мы благодарны Тебе за Твое могущество Мы благодарны Тебе, Господь, за Твую любовь Мы благодарны Тебе, Господь, что мы сегодня имеем эту возможность Склоняться пред величием Твоим И благословлять Твое имя Святое Слава Тебе, Боже наш Ты по благодати Твоей и по милости Твоей, Господь, подарил это время Подарил для нас, Господи, эту прекрасную возможность Когда мы имеем возможность прийти и склониться у ног Твоих, святых, Господь чтобы благословить Твое имя, Святое, Отец Небесный. Мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся в Твоем слове, мы нуждаемся в Твоем помазании, мы нуждаемся в Твоей силе. Оросли Твоей благодатью, Господь, наши сердца сегодня на этом месте. Поведи нас, Господь, Твоим источником, Боже. Дай нам утолить нашу духовную жажду. Наполни, Господь, Твоим присутствием, Боже, Церкву Твою святую. Благослови, Господь, Твой народ, Боже. Дай нам, Господи, переживать близость от общения с Тобою, радоваться, Господь, и благословлять Твое имя, Святое, Тврец Небесный. Мы склоняемся, Господь, пред лицем Твоим. И хочем сказать, как сказал муж Твой, говори, Господи, ибо слышит раб Твой. Дай нам сегодня услышать Твой голос в этом собрании. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Христос воскрес! 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 Можешь ты творить добро Всегда и везде Вред Господь Иисус, Христос Воскрес Иисус Воскрес О земле и небес Иисус Воскрес Иисус Воскрес Буду петь я Будет песня земля Иисус Воскрес Поистину Воскрес Бог любящий Прощающий Исцеляющий Господи наш Бог любящий Прощающий Исцеляющий Славим Тебя Иисус Воскрес О земле и небес Иисус Воскрес Иисус Воскрес Буду петь я Будет песня земля Иисус Воскрес Поистину Воскрес «Оуиз и земля» Иисус Воскрес Постолков Иисус Воскрес ». Слава Богу! Слава Богу! Кротенько так зачитати вам ці слова всі. Діло пальців твоїх, місяця, зори, що ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї. Слава Богу! Із уст немовлят, із уст дітей ти вчинив для себе славу. Цар Давид бачив, бачив це своїми очима, і радувався, і ми, я думаю, всі сьогодні радіємо тому, що наші діти сьогодні прославляють Бога. Чудово є, коли сьогодні я слухав брата Миколи проповідь дньом, і він призивав нашу молодь для того, щоб вони в юності своїй употребили себе для того, щоб прославляти Бога. Це добре. Добре, коли ми з юначих років прославляємо нашого Господа. Бог в долгу своєму не встане. Він обов'язково нагородить. І діти сьогодні, коли вони тут з нами, славлять Бога, це є добре. Я сьогодні мав зовсім другу тему, але мені хочеться сьогодні проповідувати, коли я бачу це, я хочу проповідувати зовсім вже про друге, говорити про друге. Я так коротенько перед нашою молитвою, ми всі помолимося ще, помолимося разом, щоб славилось ім'я Господнє. Попросимо благословіння для дітей, щоб діти, щоб Бог поучаствував з дітьми разом, щоб в цьому славилось ім'я Його. І я читаю коротенько так, перше послання апостола Павла до Коринфян, він пише так, перший розділ з четвертого віршу читає слова такі. Я завжди дякую моєму Богові за вас. Через Божу благодать, що була вам дана в Христі Ісусі, бо ви всім збагатились в ньому, словом всяким, всяким знанням, бо свідоцтво Христове між вами утвердилось. Так що не маєте недостачі в жаднім дарів благодаті ви, що очікуєте з'явлення Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Бог, що ви через Нього покликані до спільноти Сина Його Ісуса Христа, Господа нашого. Тож, благаю вас, брати, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, і щоб не було поміж вами поділення, але щоб були ви поєднані в одним розумінні та в думці одні. Апостол Павло закликає коринфян, щоб вони завжди були між собою в згоді, в благоді, щоб говорили одні ці слова. Сьогодні він говорить до нас, і говорить, каже, через цю, через свою проповідь, він говорить, що, каже, ви, які утвердились, ви одержали всі дари, все одержали. Бог нічим не поскупив для вас, він дав все для вашого блага. Бог зробив для цього все. І сьогодні ми, брати та сестри, апостол Павло, він іще нагадує, що каже, ми проповідуємо Христа розп'ятого і воскрешого для нашого оправдання. Так апостол Павло нагадує нам. Щоб ми не забували, що ми, які послідували за Христом, сьогодні проповідуємо того, який за нас страдав, який за нас віддав життя, і воскрес для нашого оправдання. Діти сьогодні для нас співають, розказують, і все це для того, щоб збудовився наш внутрішній чоловік. Для цього все, для нашої збудови, щоб ми не залишились тут на землі. І дуже багато апостол Павло нагадує нам про це. Але я сьогодні ще трошки нагадаю слова, які є записані в Євальгії від Луки, люди шукають по-різному Господа. По-різному шукають одні різними способами, одні шукають через когось. Але ми, які послідували за Господом, ми повинні досліджувати слово Господнє, через яке ми матимемо спасіння. І ось я читаю перше місце Єванглії від Луки. Це 18-й розділ зустрічі Ісуса з багатим дівноком. 18-й розділ, 18-й вірш, такі слова. І запитав його один із начальників, говорчі, вчителю добрий, що робити мені, щоб спадкувати вічне життя? Ісус же йому відказав, чого звештно недобрим? Ніхто не є добрий, тільки сам Бог. Знаєш заповіді, не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй свого батька та матір. І він відказав, ось це я виконав від дінацтва свого. Як почув цей ісус, то промовив до нього. Одного тобі ще вракує. Розпродай все, що ти маєш, і в Боги мроздай, і матимеш скарбцій на небі. Вертайся тоді, та й іди вслід за мною. І він, коли почув це, засумував, бо був багатий. І побачив ісус, що той засумував, та й промовив. Тяжко багатому війти в царство Боже. Верблюдові легше пройти через голчине в ушко, ніж багатому в Боже царство. Ті, що чулись, питали, хто ж тоді може спастись? А він відповів, неможливо людям, можливо для Бога. Слава Господу! Дивлячись на цю розмову Ісуса Христа з юнаком, це був, певно, такий юнак, який вже мав свій достаток. Хоч написано, що був юнак, не жунатий. Дивлячись, бачачи його по цих словах, він був багатий, мав все для свого блага. Але на раду всім він любив виконувати то, що було сказано в законі Господній. Він це виконував. Він любив свого батька, любив свою матір, поступав по слову Господньому, по закону, який Бог оставив для євреїв. І це Ісус бачив. Бачив він, вів він з ним розмову, тому що той задав йому таке питання. Як мені спастись? Як мені мати життя? Як спадкувати життя вічне? Ісус йому відповів, іди продай і слідуй за мною. І те, що тебе є, продай, роздай і слідуй за мною. Душа опечалилась цього юнака. Це говорить нам про те, що він не мав повної віддачі для свого Господа, щоби слідувати за ним. Не було повної віддачі. Шукаючи, він не мог найти. І люди дивувалися. Видно, я так думаю, вони бачили у цьому юнакові достойного чоловіка, який мав би спасіння. Вони бачили це. Тому і задались питання, учні задались питання, хто ж тоді може спастись? Якщо він ні, хто ж тоді? І чудова відповідь. Христос каже, неможливо людям це. Але Богові все можливо. Ми часто розсуждаємо над такими питаннями, ну, дивимося на людину, яка зовсім оставлена людьми, ми можемо сказати, і забута Богу. І забута Богу. Але, брати та сестри, пам'ятаємо, що неможливо нам, можливо Богові. Що неможливо нам, можливо Богові. Я пам'ятаю своє юначе життя. Я працював там, біля обласного центру, це промислове місто, я там працював, і часто приїжджав додому, і моя мама молилась за нас. Скільки, я пам'ятаю, вона за нас молилась. Нас було в сім'ї п'ять хлопців, і всі вони були до того часу ще не віруючими. Але мама наша ніколи не замовкала в молитвах. Я лягаю відпочивати, вона тихенько з спальні виходить, сядає біля мого ліжка, і несе свою молитву до Бога. І я ніколи їх не забуду. Брати та сестри, батьки дорогі, те, що неможливо нам, можливо Господу. І ми сьогодні, сьогодні ми, частина нас тут, частина на Україні, славимо нашого Бога. І це є добре. І я не одного дня не жалію про це. Діти дорогі, я ніколи не жалію про те, що я сьогодні славлю свого Господа. Ніколи. Більшу частину свого життя я з ним. І я радий тому. Радий тому, що я з віруючими людьми. Я часто задавився собі таким питанням. Господи, де б я був, якби ти мені не відкрився. Де б я тоді був? І друге місце я читаю ще подібне цьому, але це людина була, яка була багата. Багата людина, і вона не подивилась на своє багатство, не подивилась нічого. Тому що на першому місці в нього був Господь. І я читаю 19 розділ Євангелі від Луки. 19 розділ з першого, більше, що такі слова. І війшов Ісус, переходив, і війшовши Ісус, переходив через Дірекон. І ось чоловік, що звав Заххей. Він був старший від ми, надмитниками, і був багатий. Бажав бачити Ісуса, що він, хто він, але народу не міг, бо малий був надрис, і забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб бачити його, бо він мав побіч нього проходити. І коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув вгору на нього і промовив, Заххею, зійди додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. І той зараз додолу і зліз, прийняв його з радістю, і всі, як побачили це, почали нарекати і казали, він до грішного мужа в гостина зайшов, став же над хейтей, промовив до Господа, Господи, половину маєтку свого я віддам усім у Богів, а коли кого скривдив, був чим, вернув четверо. Ісус же промовив до нього, сьогодні на дім це спасіння прийшло, бо він, син Авраамів, син людський прийшов, щоб знайти, та спасти, що загинуло. Син людський прийшов, щоб знайти те, що загинуло. Бради та сестри, чоловік, який був багатий, мав достаток, але не любив його народ. Як часто буває сьогодні в нас, так, дивлячись на одного, другого брата чи сестру, а ще коли не віруючи, дивляться, є чоловік багатий, і нам недоподобав. Недоподобав часто, ми можемо щось нарикати, але я, як і перед цим, говорю, Бог не дивиться так. Бо не для того прийшов наш Христос, не для того прийшов його скрес, щоб ми, отак робили, каже, бо син людський прийшов, щоб знайти та спасти те, що загинуло. І сьогодні ми будемо важні за Слово Господнє, вчитимось з нього, бо це є для нашої, як я і говорив, для нашої збудови, для того, щоб збудовувався наш внутрішній чоловік. Ми ще будемо молитись, будемо молитись, будемо просити надаль благословіння, бо ми хочемо ще чути наших гостей, чути голос і спів наших дітей, наших гостей. Ми будемо молитись, будемо просити в Господа благословіння. Будемо просити і за тих, хто сьогодні нема серед нас. Я знаю, тут є ті, яких, сини, доньки, не разом з батьками, не разом з сестрами, з братами, не забуваємо про них, не забуваємо. На те прийшов, прийшов, родився, і воскрес Христос, щоби мати з ним утіху. Слава йому! Преклонимо наші коліни, ще помолимось, попросимо благословіння і надаль будемо молитися. Амінь. Дворець, ми перед тобою пристали в цей час. Ми є щиро вдячні тобі, Господь, за цей день, за Твоє благословіння, яке Ти дарував для нас. Ми є вдячні тобі, Господь, і за цей час наше служіння, імке. Ми хочемо сьогодні мати. Боже, Ти розпочав служіння. Ми чуємо голоси дітей наших, Господі, і ми раді, раді їм тому, що стихус дітей несе це тобі і слава. Слава тобі, вічному Творцю, тому, хто сотворив небось землю, тому, який дав життя, тому, який страдав і воскрес для нашого оправдання. Алілуя. Алілуя. Хвала тобі, наш Господь, і слава тобі, подяка наша тобі за все. Господи, дякуємо тобі за наше життя, яке Ти даруєш для нас. Дякуємо тобі за достатки наші. Дякуємо тобі за дітей наших, за внуків наших, з якими разом ми можемо прославити ім'я Твоє. Господь, слава тобі, подяка наша тобі, честі поклоніння наше тобі. Боже наш, ми дякуємо за Слово Твоє, яким Ти нас в чищі наставляєш. Дякуємо за Дух Святи, який утішає, радує наш. Дякуємо, Господь, тобі, за Твою благодать, яку Ти злиг на нас. Боже, дякуємо тобі, Господь, за гостей наших, які прославляють Тебе сьогодні тут, на цьому місці. Боже, дякуємо і просимо благословіння для їх, а також в цілому просимо на це служіння благословіння. Господи, благословити Його для нашого устройства. Все зроби, Господь, для блага нашого, а тобі на славу. Вічний Бог, ми Тебе цього просимо і молимо. Ми хочемо прославити ім'я Твоє, і Ти поможи нам в цьому. Господи, нехай благословіння Твоє виліться на наші, Господі, душі. Боже, я прошу також і за тих, яких нема серед нас. Господи, сьогодні чомусь так на серці лежить просити за тих, які сьогодні далеко від Тебе. Боже, яви милость свою, почуй молитви батьків, почуй молитви братів, сестер, Господи, почуй молитву церкви Твоєї, яка стукає до Тебе, Господі, і дай Тим познати, дай познати ту правду їм, щоб вони побачили, як Добрий Ти, як Ти благий, Боже, поможете нам і надаль, Господі, служити Тобі, вірному бути завжди всюди, і в даний цей час за все Тобі, хвала Тобі, подяга, нехай буде, честь і слава. Амінь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Аминь Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Аминь Добавил DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Так мне пастор в нашей церкви сказал. Но брат Василий говорит, что нужно 25 минут говорить, но я не буду зловоживаться. И поэтому я поменял тему и буду говорить про то, что я уже проповедовал, брат и сестры. Но оно лежит на моем сердце, чтобы поделиться с вами темой. Про что я хочу говорить, друзья? Я хотел бы говорить с вами, может, тема совсем нестандартная будет, я сразу попереджу вас, потому что обычно братья любят говорить про благодать Божию, про силу Божию, про могутность Божию, про величь Божию. И это добрые, хорошие слова. Но я сегодня буду говорить трошки про инше. Буду говорить с вами про правила, буду говорить с вами про закони. Вот такая тема моя будет. И для своей основы я возьму приклад израильский народ. Взагалі, ви знаете, життя або иснування цього народу на землі це є великий преобраз, духовний преобраз для нас, людей, віруючих. И не только не віруючих, а навіть и не віруючих. Дехто сказав, что это годинник, світовий годинник Израиля. И вы знаете, я згідный с этим, потому что Библия и Слово Божие залишило для нас много духовных, могутных, сильных прикладов и життя израильского народу. Для подтверждения этого прочитаю первое писание Коринфян, 10-й розділ, и с 5-го и по 6-й вірш. А это были приклади нам, чтобы мы пожадливы на зле не были, как были пожадливы они. Апостол Павло пише, что евреи, Израиль, это есть приклад для нас, это есть духовный приклад для нас. И вы знаете, читаючи, особенно читаючи про вихід евреев из Египта, я очень много для себя черпаю важливых истин. Давайте отхитимем еще месяц того Божого, которое записано. Книга «Вихід», 32-й розділ, из 21-го віршика и ниже, до 25-го. И сказал Моисей Ааронович, что вчинив тебе народ цей, что ты грех великий навев на него? Аарон отказал, нехай не запалится гнів мого пана, ты знаешь народ цей, что он у злому. И они сказали мне, сделай нам богов, что будут ходить перед нами, потому что мой муж, что вывел нас из Египетского края, мы не знаем, что стало ему. И сказал я до них, кто мает золото, поздимайте себя, и дали они мне, и я кинул его в огонь, и вийшло тетеля. И побачив Моисей, 25-й віршик, особенно заинтересовать увагу, и побачив Моисей народ, что не загнузданный он, потому что Аарон, он его на гадьбу между их врагами. Братя и сестри, Моисей, я трошки нагадаю перед историей цієї події, когда уже евреи вийшли из Египта, и они пришли до Гори Божией, где Бог покликал Моисея и давал закон. И довгий час цей Моисей не з'являвся до народу, и вот такая подія сталася. Аарон залишился за старшего, и приходит Моисей, бачить, бичка зробили золотого, и уже там танцює, знаете, уже каже, что это Бог наш. И Моисей каже, и побачив Моисей народ, что не загнузданный он, бо Аарон розгнуздав его на гадьбу поміж их врагами. Братя и сестри, кто знает, что такое Вуздечка? Кто из села, знаете, что такое Вуздечка? Что цікаво, братя и сестри, период, очень интересный в израильском народе был, когда они вышли из Египта. Думайте, нет закону, нет Библии, нет Духа Святого, ничего нет. По каких законах жив Израиль на тот час? Ну, кто же був за них ответственный перед Богом, правда? И это был Моисей, и в данном случае, когда Моисей пошел на город, он оставил Аарона ответственный. И пришел, и бачит такую картину. Братя и сестри, очень интересный период. Народ вроде бы с Богом, вроде бы иди за Богом, но в тот же время нет никаких правил, нет никаких законов, живи как хочет. Вот так, как Моисей сказал, так и идем. Вы знаете, очень интересный период. Бог встанавливал через Моисей для цього народу. Куда идти? Как рухаться? Когда были чуды, когда были большие знамена. Вы знаете, первое всего, я хочу заважить, когда они выходили из Египта, вы знаете, какие все кари, тих 7 кар, которые Бог явил в Египте, мне кажется, что они в первую очередь были для евреев. А знаете, почему? Чтобы переконать их. Потому что, когда Моисей прийшел до них, то они сказали, слушай, кто ты такой? Почему мы маем тебя слушать? Но Бог начал свою працю в цьому народе и начал являти великое чудо в Египте. И этот народ, смотря на эти великые чудо, на эти кари, которые приходили на Египет, он верил в Моисею и пошел за Моисеем. Когда они пришли до Червоного моря, вы знаете, снова такой народ начинает роптать. Сзади фараон, впереди море. И все, кончилась вера еврею. Далее немае веры, куда идти, что делать. И каким способом ишел далеко Израиль вирую Моисея. Братя и сестры, и на данный момент Моисей и Арон, они несли ответственность перед Богом за этот народ. И когда Бог сказал, вступися, Моисей, я знищу этот народ и от тебя сделаю новый народ, то что Моисей сказал? Господи, и меня вычеркни сниги життя. Моисей був відповідальний, дійсно, он мав відповідальний за этот народ. Братя и сестры, каждый из нас, он не ответственный, пастор в церкви, где-то на своем участке, каждый глава семьи, в своей семье, братья и сестры. И вы знаете, есть периоды в церкви, в церкви, в семье, и где-то не было. Особливо ці періоди стосуются наших дітей. Вы знаете, когда и до благодаті не дойшли, и под законом жить не хотят, тогда знаете, что діє? Гуздечка діє. Тогда гуздечка діє. И Библия поощряет нас до этого. Дивите, Моисей и Арон, маючи відповідальність перед Богом, они мусили вдягати цю гуздечку для Израиля. Вы знаете, еще одну речь скажу, ця гуздечка, вона не спасает. Вона не спасает, братья и сестры, но она отвертает от беды. Ця гуздечка, возможно, не приводит до покаяния люди, возможно, ця гуздечка, знаете, не даёт нам право отримати спасение, но эта гуздечка отвертает нас от беды. И это был такий период в Израиля. И вы знаете, я бачу, что и в семье такие периоды среди детей, и в церкви есть такие люди, на жаль, которые, знаете, как я уже сказал, и под законом жити не хотят. И подивися, и под благодатью не живет человек. Что дает? Гуздечка, братья и сестры. И особо молодь, я знаю, вы ображаетесь, когда вы говорите в церкви, а то правила, а то какие-то законы, а то так тато хочет, или мама, братья и сестры. Зрозумейте одну речь, чтобы люди, которые призваны на служение, люди, которые несут в семье какую-то ответственность, ваши батьки, ваши дяди, ваши пастыры, они ответственны перед Богом. Вы знаете, им не даны права, им не даны только, знаете, есть такая Украинская Верховная Рада, где прав и повноважение много, но ответственности нет. Это не Верховная Рада, братья и сестры. Эти люди стоят перед Богом. И Моисей, и Моисей, и Арон, они стояли перед Богом. И в данном випадке ця уздечка была снята. Братья и сестры, это очень серьезно. Это не просто отвечать перед читателем, или еще перед кимось, перед державой, хотя и это серьезно. Но это отвечать, что мы несем перед Богом, как батьки, как служители, как и другие люди. И тому, друзья мои, я захочу вас, братья и сестры, молодь, все, не бейтеся цьей уздечки. Можливо, вона не приведе вас до спасения, даст вам спасения, но я еще раз наголошу это. Вона верне вас из зла. Вона верне вас из зла. И мы знаем, что Моисей в данном випадке, он был настоящим таким ратоборцем за этот народ. Он был настоящим тем, кто переживает за этот народ. И он был той, которого Бог спросил. Помните, когда мы читаем историю еврейского народа, когда уже Бог подвел до меж той обетованої земли, обетованої земли, то что Бог сказал Моисею? Что Бог сказал? Я тебе покажу всю землю, и ты тут помрешь, ты туда не въедешь, ту землю. Браты и сестры, все життя покладене для того, чтобы идти до обетованої земли и приходя уже до кордону, до границы того, что чекал все життя. Багато роков, багато стараний, терпінь, переживаний, моления оцего всего, ходатайства за народ Божий. И тут Бог каже, не въедешь. Браты и сестры, это была ответственность перед Богом, потому что ты там и там неправильно поступил, и я не могу тебе вести в эту обетенную землю, потому что я я Бог святый. Браты и сестры, мы должны понимать, что Бог святый, и ответственность церковь, которые, как я уже сказал, не пробились ни до закону, ни до благодаті, что вы понимали, что ответственность очень большая перед Господом. нехай вас Бог благословит, друзья, я не буду довго говорити, я хотів би, чтобы я и вы взяли из этого месяца Слово Божия собі хороший урок, и нехай вас Бог усіх очень грязно благословит, что вы действительно жили по воле Божией, по благодатю Божией, чтобы не приходилось применять эту уздечку, знаете, как таким коням, которые себя плохо ведут, братья и сестры. И может, Бог еще будем розмирковывать над Словом Божиим, я думаю, так. Хай вас Бог благословит, аминь. Хай вас Бог Христос воскрес всему за нам співа земля і Син небес природа Бога прославляє Христос свою істину воскрес Хай родин всі народи та співає вся земля добре дня спасіння і свободу радісно прославля той Христа ай радію всі народи та співає вся земля добре дня спасіння і свободу радісно прославля той Христа христа Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Всі дорослі діти, Христос воскрес, Христос воскрес! Який це ранок урочисти, Не стало страху, смуток щез, І скрізь летиться славна візка, Христос воскрес, Христос воскрес! За смерть Христову, за спасіння, За те, що він дійшов з небес, Не гай це свято воскресіння, Співаюці Христос воскрес! Амінь! Субтитрувальниця Оля Шор 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Дмитри DimaTorzok Дмитри Добавил DimaTorzok 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 И взывали они друг к другу и говорили, свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. Вся земля полна славы Его. И сегодня все собрание, все мы вместе полны славы Божьей. Слава Богу! Я люблю церковь, которая живая. Я люблю церковь, которая горит. Однажды я ехал в Канаду на служение. И когда мы были, проезжали, чтобы ехать в Канаду, мы остановились. Я спросил их, вы знаете церковь, которая вокруг есть? И они сказали, что если ты уйдешь с этого места, ты увидишь, на каждом углу есть церковь. И я сказал, я знаю, что Америка full of the churches, different kind congregation, but I need a church, which has a fire. Я сказал им, я знаю, что есть много церквей на каждом углу в Америке, разных динаминаций, но мне нужна церковь, которая горит. Она говорит, есть только одна, я там была один раз. Я спросил ее, почему ты перестала туда ходить? Я хочу вас спросить, когда вы пойдете домой. Спросите ваших друзей, знакомых, почему вы перестали ходить туда, где есть огонь? И просите их, чтобы они сюда пришли. здесь есть присутствие Божье. Это есть место, где он будет поклоняем, где он будет работать в вашем сердце, в ваших детях, в молодежи, в вашей церкви. И он спрашивает их сюда прийти, потому что у него есть что-то особое для вашей жизни. Иногда мы идем в церковь, потому что нас окружает проблема, нам что-то нужно. Мы верующие в воскресенье, или Пасхи, или может только рождественские христиане. Бог просил нас, чтобы мы каждый день Ему поклонялись. иногда я просто еду в магазин, я начинаю с кассиром говорить. Я ее спрашиваю, как у тебя дела? Я увидел улыбку на твоем лице. И они говорят, все нормально, все хорошо. Почему сегодня с тобой все хорошо? Потому что милость Божья на тобой. Милость Иисуса, который умер за тебя и за меня. вот почему мы слышим пение этих молодых. Я говорю брату, все песни, что мы поем, все песни, что мы поем в нашей церкви, слова другие, но мелодия та же самая. я чувствую, что я у себя. Когда я сюда приехал, я увидел людей с улыбкой. Когда пресс-фитер подошел, он пришел с улыбкой и сказал, что меня зовут Василий. Я сказал, меня тоже зовут Василий. Слава Богу. За каждого, который на всем месте. Это большая благодать быть здесь. Когда мы были на миссионерской поездке, мы видели разные ситуации. Я был в Астралии в прошлом году. Там был молодой человек, 17-летний. Он был немой и глухой. И один из братьев, который любил с этими людьми говорить, он был очень открыт. После исповедания он хотел с ним говорить. И этот молодой человек начал говорить. 17 лет он не говорил. Он ничего не слышал, ни слова. И увидеть, как Бог работает среди людей, которые немые, глухие, слепые, которые инвалиды, искрученные. У нас есть живой Бог, слава Ему. Был Илья. И он встретился с царем. И они начали иметь беседу. И один говорит, это твоя вина, ты разрушил Израиль. А пророк говорит, это твоя вина за то, что Израиль разрушил. Илья говорит, принесите всех пророков, чтобы мы увидели, какой живой Бог. Сегодня есть время, чтобы мы увидели, кто есть живой Бог. и они с собой принесли всех этих людей. И они начали строить жертвенник. И вы помните, как все там было сделано. И он говорит, что вы сделаете этот жертвенник, вы разряжете этого тельца, и вы будете молиться, чтобы пришел огонь. Они делали этого с дня до вечера. И ничего не случилось. И они начали себя резать. И ничего дальше. И он говорит, может быть, вас Бог уснул. Может, он занятый. Может, он уехал. Давайте. Попросите его, чтобы он пришел. Но ничего не случилось. И он сказал своим людям, пройдите возле меня. Я хочу, Господи, чтобы ты показал этим людям, что ты Бог мой и что я раб твой. Что ты есть настоящий и живой Бог. Это была короткая молитва. И Господь отвечает на эту молитву. Слава Богу. Жрецы, они целый день кричали, они целый день выходили из себя, но ничего не произошло. Но Илья чистым умом помолился через две минуты. И огонь сошел на жертвенник. Я хочу спросить вас сегодня вечером. Вам нравится такой Бог? Вы любите такого Бога? Хотите ли выходить с Ним близко? У меня сколько опытов в своей жизни. Моя мать была парализована. И время прошло. И это была ночь, когда она была в большой боли. И у нее начали появляться раны. И моя мать попросила, чтобы отец просто стоял рядом в этой кровати. И она сказала, в нашей жизни мы должны сегодня сделать баланс. у нас многое всего. У нас есть хозяйство, скот, но мы должны все оценить. И они наконец узнали, насколько у них это земное изобилие. И моя мать сказала, вы знаете, если я не умею, половину отдай нищим. И мой отец сказал, если Бог тебя исцелит, я это сделаю. И моя мама сказала, Когда Бог исцелит меня, я буду распределить все, что я имею. Но моя мама сказала, нет, когда Бог исцелит меня, я все отдам. Она была женщина, которая много отдала. И в ту ночь она сказала, теперь пойди найди человека Божьего. Потому что все молились вокруг, но ничего не происходило. все соседи приходили и говорили, Анн, тебе нужно к врачу. Ты умрешь. И твои дети и мужа не останутся без тебя. Моя мать сказала, нет. Я верю в моего живого Бога. Я верю в моего живого Бога. Я верю в моего как ортодокс. Я верю в моего как баптист. Веришь ли ты в Бога как православный, как кто-то другой. Это и шло ночь за ночью, днем за днем. И каждый вечер кто-то с соседей приходил и говорил, ты должна идти к врачу. И когда тот день пришел, и она говорила, Бог меня ночью исцелит. Пока то время пришло. До того момента, пока она не могла больше страдать, она сказала моему отцу, прийди, найди человека Божьего. Он пошел где-то полтора километра оттуда и позвонил брату. И мой отец сказал, брат Иоанн, прийди к нам домой, потому что у нас серьезная ситуация с женой. И он говорит, когда утро придет к моей смене, я это сделаю. Он в ту ночь работал как раз. И в то утро он пришел и сказал, сестра Анна, я хочу тебе что-то дать знать. Что в прошлой ночи, когда брат Иоанн в два часа позвонил мне, я спал. но моя работа была как раз на телефоне. И Господь показал мне видение. И было сказано, что ты не умрешь. Ты здесь для того, чтобы люди вокруг увидели, что у тебя живой Бог. Ты выздоровеешь, ты не умрешь. И слава Божья появится. Мои соседи из Баптистской церкви, они говорили, Бог тебя исцелит, и ты встанешь с кровати. И они сказали, что мы все оставим, все наши предвиды, предрассуждения, и мы пойдем в живую церковь. Этот брат взял Библию, и сказал, before we gonna pray, I gonna read something. Но перед тем, как мы помолимся, я что-то прочитаю. Но перед тем, как я буду читать, я спрошу, я попрошу присутствие Духа Святого, чтобы оно пришло на это место. Он сказал, Бог Авраама Исаака, не Яхва. Это было что-то похожее с Исаия 6 главой. Слава Божья она сошла. Моя мать, она была горизонтально в этой кровати. Но сила ее подняла, как с мертвых. И эта сила подняла ее и принесла ее посреди дома, поставлено на ноги. Она была верная женщина. Она верила в чудеса Божьи. Теперь она была как Петр на воде. И она не верила, что она может стоять. в ней. Дух Святой ее поднял и просто по дому ее двигал. Я в своей жизни видел настоящее живое. Это мой Бог. Давайте каждого спросим. Ходите ли вы с этим великим Богом? если у вас вера, когда ночь и все болеют, можно позвонить служителю в ба-три принести елей и помолиться. Это мы так делаем. Потому что наша вера насколько маленькая. Я буду молиться, чтобы Бог сегодня нашу веру возрастил. Аллилуйя, праздник, праздник, праздник. Мы видели так много вещей. Я не хочу быть слишком долго, потому что брат был так открыт для праздника сегодня. Но я хочу читать несколько verses после мы я прочитаю всего лишь несколько стихов после того перед молитвой Сафонии 3 главе 14-й стих. Ликуй тщер Сиона, торжествуй Израиль, веселись и радуйся от всего сердца тщер Иерусалима. Сегодня вечером я спрошу так как молодые Иерусалима. Писание говорит Господи черь Сиона торжествуй, веселись и радуйся со всем сердцем от черь Иерусалима. дети Иисуса. Давайте мы встанем и давайте мы начнем молиться. Давайте помолимся за наши семьи. За церковь. Иногда приезжаешь куда-то и люди не говорят Аминь, Аллилуйя, Слава Богу. Они теряют силу. И поэтому я хочу чтобы мы сегодня молились в этот вечер за служение за служителей чтобы были исполнены Духом Затем. Если у вас есть проблема пожалуйста поднимите вашу руку. Верите ли вы что когда вы поднимите руку Бог услышит вашу молитву? Вы не очень верите. Я вам скажу правду. Меня однажды позвонил служитель Аркансас после трех ночей и трех дней вместе 10 часов каждое собрание с 8 утра в субботу с часом и в воскресенье почти весь день он упал и он не мог встать со своей кровати мы были там всего лишь несколько дней и он позвонил и говорит я не могу встать на ноги я не могу туда пойти но мы соединяемся все вместе через телефон по 4-5 человек и вместе молимся слава Богу и слава Божья там была и он был исцелен во имя Иисуса потому что он верил и Господь хотел его чтобы он учил кого-то как нам ходить в вере давайте молимся thank you